112, Олкова, оператор Красавина, слушаю вас, что у вас произошло. 24 часа 7 дней в неделю операторы системы экстренной помощи 112 принимают, обрабатывают тревожные сигналы и направляют бригады на место ЧП. Новогодние каникулы здесь вспоминают с улыбкой. Без происшествия не обошлось, но в целом дежурство прошло как обычно. Правда, звонков стало больше. Количество звонков прибавилось в систему 112 с 31 декабря по 9 января. Поступило более 8 тысяч звонков. 3 тысячи из них где-то в службу скорой помощи, где-то около 500 в полицию, 32 звонка в пожарную охрану, в службу газа где-то 17, один звонок в ФСБ. Вызовы обрабатываются по чёткому алгоритму. Мелочей в работе диспетчеров 112 не бывает. Мы заполняем информационную карту. Также у нас имеется карта техническая, где мы приблизительно отслеживаем, где находится заявитель. У нас обычно заявители теряются, не всегда называется адрес подробно. Поэтому иногда мы их ориентируем в этом плане. Спрашиваем, там-то, там-то вы находитесь. Дежурство Юлии выпало на новогоднюю ночь. В этот период возрастает количество обращений в скорую помощь, в полицию. Приходят сообщения в пожарную охрану и службу газа на появление характерного запаха. Интересных случаев здесь новогодних много разных. У нас петард были, да? Ну, петарды они, соответственно, в праздничные дни, конечно, петарды были. Система 112 – одна из самых технологичных. В мае завершилась апробация и стала доступной новая функция – фиксация передвижения бригады неотложки через мобильное приложение 112 Московская область. Его можно и нужно установить на свой смартфон. Достаточно нажать на выделенную область, и вызов поступит оператору. По окончании разговора на экране отслеживаем движение кареты скорой. По аналогии – с агрегаторами такси. Мобильной функцией, появившейся в мае прошлого года, воспользовались более 2000 человек. Мы находимся в самом центре службы 112. Именно сюда стекаются звонки со всего городского округа Щелково, да и порой из соседних муниципальных образований. В день операторы принимают до 900 звонков, а в праздники – до 1000. 75 секунд даётся каждому оператору на то, чтобы разобраться в ситуации и не оставить ни один звонок без внимания. И ещё одна новость от системы 112. Появилась служба по оказанию мемориальных услуг. Не нужно звонить в частные конторы и держать в памяти номера экстренных служб. О смерти человека достаточно сообщить по номеру 112, и на место прибудут сотрудники скорой, полиции и созданного для этих целей специализированного центра мемориальных услуг Московской области. За входящими звонками служба 112 осуществляет контроль. Михаил Налётов, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение.